Достижения науки и техники, создание всемирной сети интернет позволили преступности выйти на новый уровень и захватить все интернет-пространство. Теперь преступнику не нужен прямой контакт с жертвой. Он может стать угрозой для каждого пользователя, глобальной паутины, крупных корпораций и целых государств. В первом полугодии текущего года на территории Брестской области зарегистрировано 688 киберпреступлений. Абсолютное большинство из них, это порядка 87%, составляет хищение путем модификации компьютерной информации. Причем 86 из них совершены с использованием методик социальной инженерии. Вишинг, то есть звонки мошенников от имени сотрудников банка, если говорить простым языком, и фишинг, то есть использование ссылок на поддельные сайты банковских учреждений, почтовых служб. Конечно, что создает реальные и объективные проблемы по становлению лиц их совершивших. Для того, чтобы предостеречь граждан, правоохранители Управления внутренних дел Брестского облсполкома, в том числе Управления по противодействию киберпреступности, активно проводят профилактические мероприятия, разговаривают с гражданами, показывают им тематические видеоролики, а также раздают профилактические листовки. В ВД Брестского облсполкома разработана наклейка, внутри которой содержится ссылка, проходя по которой вы сможете увидеть профилактический ролик и защитить себя от кибермошенников. Мы наводим телефон, в некоторых телефонах уже есть предустановленная программа, которая считывает QR-код. Выводится ссылка, пройдя по ссылке, мы видим профилактический ролик. На такие наклейки граждане активно обращают внимание и с интересом пользуются предоставленной информацией. А сотрудники милиции в свою очередь надеются, что данный метод позволит еще раз напомнить любителям гаджетов о том, что такое киберпреступность, и попадать на уловки мошенников будет как можно меньше граждан. В связи с тем, что сейчас молодежь очень популярна в телефонах, в вайбере, в ВК, в инстаграм, и везде присутствует реклама, которую не порой даже нам, взрослым, понятно. Поэтому все такие акции, это очень хорошо, потому что от таких акций мы сами, родители, тоже в свою очередь чему-то учимся. Соответственно, если мы где-то что-то доступно нам объяснили, до нас донесли, и мы в свою очередь тоже можем донести это детям. Это важно, чтобы многие люди это знали, потому что многие попадаются на такие уловки, таких товарищей. Мы больше как-то больше доверяли, доверяем, но вот у меня дочь говорит, мама, нет, это все. Все-таки дочь, она моложе, она говорит, нет, нельзя доверять, бросай трубку и все. Гражданам нужно помнить, что в любых ситуациях, проводя какие-либо действия со своими денежными средствами в интернете, переходя по незнакомым ссылкам, отвечая на незнакомые звонки в мессенджерах, нужно соблюдать повышенную осторожность, не быть излишне доверчивыми, не вести диалог с незнакомыми людьми, а в случае уже произошедшего правонарушения первым делом обратиться за помощью в милицию.